Здравствуйте, дорогие друзья! Совсем скоро наступит долгожданное и будем надеяться, что очень теплое лето. Конечно, каждый ребенок, который учится в школе, отправится на свои летние каникулы. Но при этом, при всем, им зададут немало интересных книг прочитать на лето, список литературы. Чтобы разнообразить летние будни за прочтением книг, мы предлагаем вам соорудить вот такую замечательную, веселую закладочку, чтобы в книжке она всегда вас радовала и вам было как можно приятнее читать. Итак, сегодня у нас будет небольшой мастер-класс, вот такой вот котик. Если вы захотите, конечно, вы можете сделать и зайку, и медвежонка, и любого другого зверя, какой вам нравится. Но сегодня мы рассмотрим именно котика. Здесь он у меня такой черный, а мы с вами сделаем сегодня немножко другого. Итак, для начала нам понадобится карандаш, простой обычный карандаш. Также нам понадобятся ножницы, двусторонний скотч, клей. Также нам с вами понадобится иголка и черная нитка для того, чтобы сделать ротик нашему замечательному котику. Ну и я уже подготовила вот такие трафареты для нашего котика, которые нам подойдут. А еще нам нужны будут глазки. Глазки вы, конечно, можете и нарисовать, а можете купить в магазине недорогие, но очень веселые глазки, которые будут шевелиться. Также нам понадобится вот такая прорезиненная бумага. Вы можете выбрать абсолютно любой цвет, который вы хотите. Сегодня мы будем с вами делать именно рыжего кота. Ну что, давайте начнем. Для начала обводим наши первые детали. Это будет туловище и голова. Вырезаем наши первые детали. А затем соединяем их между собой с помощью двустороннего скотча. Теперь, когда основа готова, мы будем приступать к украшению нашего котика и займемся галстуком. Аккуратно вырезаем наш галстук по трафарету, а затем приклеиваем его к туловищу нашего рыжего кота. Теперь возьмем красный цвет и сделаем яркую и веселую бабочку нашему котику. Также аккуратно приклеиваем бабочку к нашему зеленому галстуку. Для украшения можно сделать маленький кружочек в центре нашей бабочки. Теперь займемся украшением самой головы кота. Для этого нам необходимы совсем маленькие детали в виде треугольничков, чтобы они немного выделялись на нашем котике. Берем два маленьких треугольничка, а также делаем челочку нашему веселому коту. Приклеиваем наши мелкие детали также с помощью двустороннего скотча или клея. Возьмем немного черный прорезин. И сделаем маленький, но очень веселый носик нашему котику. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь приступаем к самому главному. Приклеиваем глазки нашему котику. Смотрите, чтобы они получились ровно и котик получился очень веселым. Затем берем иголку и черную нитку. Это для того, чтобы создать нашему котику улыбку. И прошиваем ее аккуратно сквозь голову и туловище. Продолжение следует... Ну что, вот такой замечательный котик у нас получился. Поэтому пользуйтесь, пробуйте что-то новое и интересное. Если захотите, обязательно приносите свои работы к нам в библиотеку имени Федора Абрамова. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До свидания и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»